Замковый камень Карачаи – один из известных историко-природных памятников в республике. Сегодня в рубрике «Наше наследие» мы расскажем вам об истории его возникновения, о преданиях, связанных с этим камнем. Подробности в материале Шерифат Лепшоковой. Место впадения реки Худес в Кубань особенное для каждого карачаевца. Здесь расположен замковый камень Карачаи или Карчи. Этот объект имеет двойное равнозначное название, доставшееся нам от древних преданий. Память народа через века донесла сакральный смысл камня. Сегодня это природный исторический памятник, составляющий основы комплекса, построенного в 2009 году. Камень Карчи – уже легенда. Это дань памяти историческому прошлому карачаевского народа. Легенда о Карчи мало кого может оставить равнодушным, ведь мужество, храбрость и мудрость ценились во все времена. Но, как известно, все мифы и легенды строятся на реальных фактах. Согласно преданию, впервые опубликованному краеведом и этнографом, соратником Петру Сеевича Григорием Петровым в 1879 году, Карча со своими соратниками устроился лагерем на этом самом месте, где Худес впадает в Кубань. Ночью пошел ливень и небывалой силы. В результате обвала к месту стоянки скатился огромный камень. Происшествие произвело смятение в лагере. А когда утром увидели, что все остались целы и невредимы, Карча и весь предводительствуемый им народ поклялись не оставлять избранной ими для поселения местности до тех пор, пока не разрушится роковой камень. Слово «Карчи» было незыблемо. Люди решили, сколько будет этот камень, столько будет и Карачай. Ученый-историк Рашид Хатуев скрупулезно исследовал эту тему. Он рассказал о том, как в 1872 году по решению углепромышленника инженера из Ставрополя Утякова взорвали скалу с этим валуном. Откол эта часть была очень большой. И в народе прошел слух. Если разрушили камень, пропадет и Карачай. В 1877 году некоторые хаджи, некоторые авторитеты сказали, «Все, на этом нам знак сверху дан, от самого Карчи шло это, нам здесь больше делать нечего, конец нашему народу скоро близок, и давай переедем в Османскую империю». Ну, тогда власти быстро вмешались, зачинщиков поместили в других местах на территории нынешней Адыгеи, разместили, это удалось уладить, а вот от того камня, несмотря на то, что там был взрыв, остался фрагмент, который сейчас он в форме, по словам литератора, в форме сердца расположен там. Примечательно, что не только камень связан с именем легендарного предводителя. Рядом была скала, из пород которой изготовляли порох, смешивая селитру и серу. И эти объекты называли «корчанут лукташлары» – пороховые ступы карчи. Говоря же о камне, до сих пор бытует мнение, что он является осколком метеорита. Геологи заинтересовались этим и отвезли образец в Москву, в Институт рудных месторождений РАН. Оказалось, что камень вулканического происхождения. Он из глубин земли был вырван, выброшен. А поскольку у подножия Эльбруса находится Хурзук, а одно время это была ледниковая территория, скорее всего, Петров в 879 году и был прав, что именно ледники из-под ночи Эльбруса по вершинам Лухурзука и протоков его и все по всему ледники принесли эту трахитовую скалу, этот валун сюда. В 1912 году еще один кубанский краевед Николай Иваненков писал о том, что в основу своих строящихся домов карачаевцы ставят кусочки этого камня. А проходя мимо валуна, люди оставляют там деньги, одежду и продукты. Доходя до этого места, молят Всевышнего, чтобы путник, который сейчас покидает свою землю, вернулся живым и здоровым. Рашид Хатуев провел огромную работу, изучая феномен Карчей. Готовя книгу о нем, он пришел к выводу, что их было как минимум трое. Первый – собиратель общины в Единый народ после нашествия Тамерлана. Второй – Карча появился позже навек. Он вступил в борьбу с местными феодалами. Стычки завершались миром. Третий известен под фамилией Тимирбулатов. Родовой квартал, а таул его потомков Корчаевых, находится в Урзуке. Двое из героев носили эти имена в честь знаменитого предка. На сегодняшний день имеется около 20 названий, связанных с легендарным Корчой. Сам западный топоним в Лобинском ущелье. Затем в Архызе, где по сей день имеется Корчакала – замок Корчи. Разумеется, и в Большом Карачае. А на месте нынешней моры был Корчакабак – хутор Корчи. Богатоисторическое прошлое карачаевцев без сомнения будет интересно гостям республики. Есть надежда, что земли Большого Карачая войдут в туристический маршрут, чтобы каждый желающий мог познакомиться с наследием народа. Шерифат Лепшукова, Мухаммед Ашубоков, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район.